Совсем недавно произошла ситуация. Ситуация, при которой разбудился дракон. Сейчас мы вместе отправимся в путешествие, чтобы вы поняли, насколько ситуация плоха. А она очень плоха. Недавно вместе мы разбирали косметический стол. И вы сказали, что нужно пойти дальше, что нужно пойти в самое-самое пекло ада, в самые недры, в самые черные горы. Чтобы вы понимали, насколько все плохо, я сама лишний раз в гардероб не захожу. Поэтому я купила себе это, чтобы вся одежда, которую я чаще всего использовала, висела здесь. Потому что туда заходить, это просто пизза... плохо. Но мы сделаем это. В 10 часов 17 минут я впервые отправилась туда. Туда. Добро пожаловать в обитель сатаны. Когда я впервые сделала перед Давидом такой безумный взгляд, он испугался и попросил так больше не делать, ибо очень безумным показался ему мой вид. С тех пор я только так и ходила. Там было настолько страшно, настолько темно, там было настолько много всего, что я даже посидела. Я посидела. Ну, я посидела на стульчике. Это стульчик. Ну, вы поняли, да? Ну, вы поняли, что можно найти в моем гардеробе. Пойдем в плакатик Акацук. Будешь висеть во главе стола, во главе кровати. Есть ситуации, когда лучше обойтись без слов. Прямо сейчас тот самый случай. Ка-дебил, дебилска, асюка вообще. Короче, я хотела снять видео в ТикТоке и посмотреть, что я из этого вышла. Ну, как это вообще могло произойти? Ну, как? Ну, почему? Почему все все швыряли, у них все было нормально? Почему я швырнула этот мист? Типа, как бы, дыша, мдыша, кац, все такое. Но вместо этого я получила вот это. Просто в настроении было снять ТикТок. Почему ты не вынес этого? Посмотрите, что с ним случилось. Господи, ааа, как все плохо. Он просто, он просто расхерачился. И все это расхерачивалось на полу. И теперь здесь везде не только царство сатаны, но еще и мерзкая мразотная слизь. Вонючий ТикТок. Богатая! Это было очень тупо. Почему мои туфли вообще здесь стоят? Это даже не мой раздел гардероба. Я спасу вас, мои маленькие, миленькие туфельки из чужеродного отсека. Возможно, вы спросите, почему настолько запущено состояние всего этого? Знаете почему? Потому что это обитель зла. А знаете, что такое зло? Знаете, что есть зло? Зло это Эвил. А Эвил, знаете, что такое? Это как бы в первую очередь называется зло. А если правильно читать, то это будет Ивил. Ивил это мой кот! И что делает это маленькое зло? Каждый раз, когда я все расставляю, иногда даже это случается, он приходит и просто начинает здесь ходить. Он здесь ходит, он все сносит на своем пути. Он, конечно же, кофты кидает к сумкам, но это точно делает он и я. И в итоге мы имеем то, что мы имеем. Я буду разбирать мои сумки сегодня. Начнем с этого отсека. Медицинские маски. Обитель зла пришла. Здоров, зло. Тонесешь? Я должна, я справлюсь. Оставь его, она мертва. Я поняла, что с сумками хочу сделать две вещи. Вещь номер один. Я хочу сфоткаться на фоне этого завала в инстаграмчик, но сначала сделаю макияж. Короче, мне пришла такая мысль, пока я сейчас сделала первые этапы макияжа, я хочу сделать макияж с огнищем. Под типа вот этот вот топик. Надеюсь, у меня получится. Но если не получится, то не получится. В конце концов, это день уборки, а не день макияжа. Плакат с некоторых пор чувствует себя так. Впрочем, я чувствую себя ровно так же. Подписывайтесь на мой инстаграм. Это не была реклама. И теперь вещь номер два. Разобрать сумки, посмотреть, что внутри каждой из них лежит. Потом офигеть это количество хлама, которое скопилось в сумках за все это время. Что я могу сказать? Из каждого, абсолютно каждого моего рюкзака и сумки вытаскивать всевозможный хлам. Я удивлена, что первый рюкзак, который я взяла, был абсолютно без хлама. Видимо, пока я его тут швыряла, туда-сюда все выпало. Я нашла яйцо. Я нашла деньги. Туда буду скидывать готовые вещи. Нормально у тебя мусор. Ай! Я нашла какой-то вообще айфон номер. Это пятый или четвертый? Я думаю, пятый, наверное. Подождем. Он работает! А это ж охренеть можно. Телефон еще и работает, оказывается. Может, там еще телефон завалялся? У тебя улетел плакатик. Да е-мое, ты достал меня плакат! Хватит уже улетать. На месте будь. Это вообще не сумка. Это дорожная штука. Что это? Труселя? Это вообще штуки для багажа. Какого хрена они здесь делают? Почему тут были трусы? Что за бред? Ой, силька. Это, кстати, опасная вещь, потому что кот по ней дико прется. Короче, мусор буду кидать сюда. У меня есть фетиш. Я на моей любимой сумке вешаю брелки. Так что, если вы видите брелки на моих сумках, это значит, на моей любимой сумке. Просто кусок сахара. Ты нашел сильку! Теперь изумительный пол выглядит так. Спасибо, кот. Спасибо, что ты все это рассыпал. Кот, ну зачем ты так со мной поступаешь? Ну, кот! Ну, кот! Даже не думаю про сахар. Батарейка. Поразительно. Только что я поняла, что на этой синей сумке у меня Люси, а на этой синей сумке у меня ключ Водолея. Вот так. Пауэрбанк. Чек из Кореи. Видимо, я хотела отвезти это в Германию. Охренеть, у меня тут куча целых вон. Смотрите, сколько у меня вон тут. И целая куча мелочи. Это носок. Не путать хосок. Это мусор, который был у меня в сумках. Это не мусор, который был у меня в сумках. Здесь просто клад всего. Так, работаешь ты или нет? Охренеть, он работает. Блин, холодно стало. Куртку надену. Еще одну сумку нашла. Помоем пока эту полочку. Вот что валялось на всех этих стойках. Просто писос. Сейчас буду выставлять сюда все сумки. Хорошая сумка, мне нравится. Я думала, что разбирать косметику, это было тяжело. Я так никогда не ошибалась. Кот, я только еще даже не успела убраться. Ты уже снова пришел все крушить. Вот именно так это и происходит. Он здесь гуляет, ходит, все это сбрасывает. А потом в один момент это все превращается вот в такую вот кучу, в которую можно потянуть. Вот смотрите, это Эвил. А это сумку, которую мне подарили, когда мне появился Эвил. Я так орала. Несу в комнату, а там сортирую. Я снова нашла корейские деньги. Блин, прикольная кофта на самом деле. И с ней можно делать много интересных образов. Но я примерно понимаю, кому она подойдет больше. Учитывая, что я еще ни разу даже не носила, тут этикетка есть. То я это отложу в корзинку для друзей. В пакетик я буду собирать вещи, которые хорошие, новые или вообще практически не ношные, чтобы отдать подругам. Вы должны знать судьбу этого наряда. То, как это выглядит сейчас, ну, выглядит как-то так. По факту, это выглядело вот так. Хорошие новые черные джинсы, но у меня их и так достаточно, поэтому это идет сюда. Купила этот топик, он мне очень понравился на вешалке, я его не мерила. Но когда померила, поняла, что он вообще мне максимально не идет. Пару раз использовала для фотки, короче, это отдам. Просто футболка, которую даже до сих пор не достали. Я уверена, найдется человек, которому нужны. Я нашла коробочку. Я хочу убрать туда зимние принадлежности, такие как шапки и шарфы. Я абсолютно не уверена в том, что это правильный поступок, потому что я без понятия вообще. А вдруг, когда мы все выйдем с карантина, уже зима будет? Тогда, получается, зачем все это убирать? Кладу мою зимнюю одежду сюда, туда. Откровенно говоря, дела очень плохи. Чем дальше, тем сложнее. В этих полках мои вещи. В этих полках вообще, по идее, вещи... Ну, не мои вещи, но, в общем-то, там мои тоже вещи есть. Там почти все твое, там моих практически нет. А здесь я храню мои брюки и джинсы. Вот сейчас я хочу взять все мои брюки и джинсы, рассортировать их, понять, что мне нужно, что мне не нужно, вернуться сюда. Разложить их. Давид, я сегодня должна избавиться, как минимум, от 30% моей одежды. Я надеюсь, ты знаешь значение слова процент. Очевидно, что одного показа не хватит. Плюс два. Я не знаю, кстати, как у вас, но у меня с подругами очень часто бывает такое, что мы обмениваемся одеждой или отдаем кому-то, что мы особо сильно не носим. Или даже если, например, у меня есть какая-нибудь вещь, но я ее очень сильно покалюблю и часто ношу, но она нравится моей подруге. Когда эта вещь мне надоедает, я это отдаю ей. Ну, типа, у нас это совершенно нормально. Что нужно знать обо мне? Какие-то очень дорогие брюки мне их подарили. Они мне были велики, но это нормально, у меня почти все брюки велики. Что сделала я? Это швы, которые я сделала, чтобы, ну, типа, они на мне нормально сидели. Вот так это выглядит, да. Да, 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 да. Зато, знаете ли, они сидят хорошо. Вот пусть и сидят дальше. Тактика моя была такова, что сейчас я это положу сюда. Блин, там еще джинсы я вижу. Очевидно, что самые любимые джинсы должны быть сверху, поэтому самые любимые я пока положу сюда. Между прочим, это домашний крафт был, но я думаю, это заметно. Когда мы только начинали встречаться вот с этим чуваком, который стоит за камерой, я постоянно ходила в драных джинсах. Но я сейчас люблю драные джинсы, потому что мои самые любимые джинсы выглядят так. И знаете, что он делал? Ну, расскажи, что ты делал. Ну, я ссувал пальчики в дырочки. Собственно, для чего нужны дырочки, если не для этого? Он просто все мои джинсы раздарбанил, потому что каждый раз, когда мы где-нибудь сидели там в кино или в ресторане, он просто делал вот так. Нет, я не так и делал. Ну, нет, я так и делал. Это вторые мои любимые джинсы. Спортивки. Третьи любимые джинсы. Вот. Эй, бухням. Плюс еще два пакета. Почему кому-то Пейтону ставят по 2 миллиона лайков? А если вам бананчика покажу, вы лайк поставите? Хорошая, большая, объемная вещь. Но я что-то как-то особо не прижилась. Хотя мне очень нравится, но я прям знаю одну типсюлю, которая в этой штуке будет просто самая офигенистическая. Решила, что всю эту кучу сейчас возьму отсюда и рассортирую здесь, чтобы было понятнее. Да, смотрите, что у меня есть. Здесь должен был быть протектор Суны, но знаете, в условиях карантина найти в наличии в Москве вообще что-либо из Наруто, это был успех. Мне это для моих закосов нужно. Да, какая-то доярушка-сакурушка получилась. Вопрос, на который у меня сейчас нет ответа. Как Инна носит протектор во втором сезоне? Как? В первом сезоне у нее здесь был. Рассортировала здесь. Первый пакет, второй пакет, третий пока не полный, четвертый пакет, пятый пакет. Ну вот нахрена? Блин, как это вообще могло произойти? Я просто не понимаю. Как ты его так умудрилась выкусить? Ты что, дебил что ли? Хотя нет, можно ли назвать его дебилом, если это неодушевленное существо прокусило каким-то образом мою рубашку? Единственное, что я сделала с платьями, я сейчас их рассортирую по цветам, потому что не люблю, когда они по цвету все. Я правда думала, что это займет меньше времени. Ну как-то вот так пока получается. Зато все убрано и все зимние вещи теперь лежат там. Они здесь и не здесь. Самое время разобраться, что висит здесь. Здесь висит все подряд, начиная от топиков до футболок, но в этом разделе одежда, которую я использую совсем часто. Некоторые вещи сразу перевешу снизу наверх. Да, тут много теплых вещей и заодно все черные вешалки поменяю на розовые. Смотрите, какая крутая штука. А еще к тому же безумно теплая и безумно уютная. Очень люблю эту вещь. Мне реально кажется, что я сейчас умру. Я, короче, куда-то делала телефон, пока распиралась, и я не могу его найти. И когда я сейчас поняла, что хочу посмотреть время, я поняла, что я без монетика телефон. А вы прикиньте, я его куда-то запихнула, и теперь не найду, нет. Мой телефон. А прикиньте, это знак судьбы, потому что я нашла в сумке старый телефон. Она, как бы, судьба мне теперь говорит, за такую тупость вот теперь вот этим пользуйся. Теперь я хочу убрать завалы, которые здесь. Здесь просто какой-то трэш происходит. Паковка медицинских масок. Вообще, почему она здесь? Почему эта ценность сейчас валяется здесь? Она должна быть на самом видном месте. Я только что нашла одежду, которую я потеряла. Я думала, у меня ее украли. Нашла неоткрытую коробку духов BTS. Начинается то, что я люблю меньше всего. Это полки. Чёрты. Майку нашла. Короче, сначала вытащу отсюда сразу все, и прям здесь разберусь. И это юбки. И я сразу вижу, что шорты тут тоже есть. Картирками разобралась. А вот это вот все уходит ребяткам. Вот так. Сейчас пакет СНГ. СНГ, да. У меня, короче, просто у нас не хватает пакетов на то, чтобы я все это могла людям отдать. Пакеты новогодние приходится использовать. Вот это новогодний пакет. Отличный пакет. Самая приятная и одновременно неприятная зона. И имя ей парики. Слава просто. Я не знаю, кому во мне еще помолиться. Хотя бы у меня с обувью все нормально, потому что... Ну, просто потому что обувь, который я нашла, она не здесь. 17.43. 17.43. Сол, кстати, я не верю, что я все разобрала. Остался один короткий штрих вот это взять и просто перевесить. Он здесь все рассортированно, поэтому это вопрос двух секунд. Я это сделаю, потому что все, что лежит вот здесь, это уходит людям. Вот. Но мне не хватает пакетов, понимаете? У меня проблема. Ладно, ребята, я пойду, короче, искать пакеты. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И посмотрите, как недавно я пострадала, когда разбирала мой косметический столик. Пока. Пока. Пока.